В час, минута в минуту, Радио Болтком Добрый день всех, всем-всем, кто нас слушает, в эфире Радио Болтком Программа «Культурная линия» и на линии с нашей студией Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко Здравствуйте, Сергей, видно, слышно нас? Да, добрый день, видно, слышно Да, присоединяйтесь, пожалуйста, смотрите нашу видеотрансляцию Считается, что вообще писатели-фантасты могут дать гораздо более точные прогнозы Им иногда удается это, чем самые дотошные аналитики И по поводу новых технологий, по поводу изменения мира, освоения космоса И тема нашей сегодняшней встречи – мир после пандемии, прогноз фантаста Сергей Лукьяненко сам себя называет на своих страницах в социальных сетях Заходите, кстати, на Фейсбук, набирайте Сергея Лукьяненко Там тысячи подписчиков И там так, Сергей Лукьяненко – фантаст, планета Земля Поэтому мы решили, что будем говорить о том, как будет выглядеть наш мир после пандемии Наш эфир проходит при поддержке, при участии наших коллег-журналистов Медиаклуба «Формат А3» И мы анонсировали эфир заранее Нам поступили вопросы из Латвии, Литвы, Эстонии, Белоруссии Попробуем пробежаться по этим вопросам быстренько Веду эфир я, Ольга Авдевич, со мной моя коллега Наталья Захарьят И для начала важная информация для наших читателей латвийских Буквально недавно вышла новая книга Сергея Лукьяненко «Ловец видений» Мы проверили, она на днях поступила в нашу латвийскую книжную сеть «Полярис» Можно ее там приобрести И в интернет-магазинах эта новинка уже стоит На нее повесили флажок «Бестселлер» А до этого был очень интересный такой творческий эксперимент Сергей Лукьяненко вообще очень активно осваивает новые цифровые форматы И была премьера аудиосериала Там были заняты известные актеры, которые озвучивали роли Сергей, вот расскажите про этот проект Если говорить о проекте аудиосериала Это, знаете, то, что когда-то давным-давно В советское время называлось аудиоспектакль То есть не просто чтение книги, а чтение по ролям, разными актерами С звуковым фоном, музыкой, стуком дверей, звуками шагов и так далее Мы все когда-то очень, ну, те, кто застал в то время Любили слушать по радио такие спектакли И вот сейчас было предложение от студии «Красный квадрат» Они попробовали возродить этот формат И была сделана треть книги в формате аудиоспектакля Интерес был очень большой Там очень большое количество слушателей у этого Ну, подкастов, наверное, так назовем Но, к сожалению, озвучена была только треть книги На продолжение, в общем-то, так и не сподобились Скажем, по причинам достаточно банальному Не придумали механизм монетизации Потому что проект достаточно дорогой Заняты хорошие актеры А вот скажите, кто там был занят? Ой, господи, я сейчас даже, наверное, не перечислю Там такое созвездие Очень много наших актеров занято Там Пелагея была Там много людей очень Харатьян Шакуров Харатьян Шакуров Не знаю, там десятки имен То есть позвали всех, кто, так сказать, популярен, интересен И теперь мы можем купить эту книгу «Ловец видений» И те, кто дослушали сериал не до конца Могут весь сюжет просто дочитать в книге И еще один очень интересный проект Это интерактивный роман Который вы придумали совместно с писателем Ником Перумовым С вашим соавтором Такая книга-игра В чем заключается эта игра? Ну, смотрите, это на самом деле такое отдавание долгов старое Потому что 25 лет назад Еще мы с Ником написали Не время для драконов И была сразу мысль Сделать предложение Но мы тогда не собрались Ник потом уехал в Штаты Сейчас в основном живет там Хотя бывает часто в России Но пандемия, знаете, она все-таки Определенные плюсы тоже принеслась Стали работать больше писателей в том числе И мы подумали, почему бы не сделать это продолжение Поскольку многие его до сих пор ждали Через 25 лет мы написали книгу Мы добавили туда такой неожиданный элемент интерактивности В каждой главе у читателя есть возможность выбрать Одну из двух маленьких разведений Она не влияет на сюжет Она влияет на активацию персонажей То есть почему человек совершил то или иное действие Он пожалел кого-то или не было Он был движим эмоциям И достаточно резвым расчетом И вот в конце, когда человек дочитывает книгу Все вот эти его сделанные выборы Они срабатывают То есть срабатывает программный механизм Обрабатываются все решения В зависимости от этого Тот или иной характер главного героя формируется Не только главного, всех главных героев И человек получает свой персональный вариант концовки Это может быть хорошая концовка, добрая Может быть грустная Герой может стать хорошим человеком Стать жестоким тираном Как угодно То есть по сути это книга Где по мере чтения Каждый читатель выбирает себе Свой персональный финал То есть это такое со-творчество получается Сергей, когда вы отворачиваете голову в сторону И от микрофона улетает звук Поэтому вы так зафиксируйтесь Смотрите прямо на нас в камеру Тогда звук будет строго направленный А следующий вопрос у нас такой Перед началом пандемии Вы принимали участие Во всемирном цифровом форуме Который проходил в России Вот скажите, вам удалось почерпнуть Оттуда какие-то мысли, знания И идеи для ваших фантастических миров? Да нет, наверное, я бы не сказал Что уж очень много необычного почерпнул Ну, как одно из мероприятий Связанных с таким образом Будущего нашего цифрового Отчасти наступившего Наверное, это работает То есть этот всемирный форум И проходит он в России Это международное, да, было мероприятие? Международное мероприятие Ну, одно из, которое происходит Следующий вопрос у нас газета Латвийские вести Людмила Анисимова, журналист Что в современном мире Вас изумляет настолько Что даже вам, фантасту Невозможно было раньше и представить такое? Вы знаете, наверное, наиболее меня Изумляет в современном мире То, насколько люди не умеют Работать с информацией Насколько они не хотят этого делать То есть, по сути, сейчас В ситуации, когда Можно узнать все, что угодно И с небольшими усилиями Когда вся информация стала доступна Люди остаются В рамках своей модели мира И ищут подтверждения Только своей картине окружающего Это касается всего Это касается политики Человек не пытается разобраться В том, что происходит в мире А ищет подтверждения своих взглядов Своих мнений Это касается науки Мы будем смеяться Но ведь существует огромное количество Поклонников теории плоской Земли Которые искренне верят В то, что Земля плоская И у них есть свои Клубы, так сказать, по интересам У них есть свои базы данных Которых они утверждают Да-да, она плоская И люди готовы и в это верить То есть, все, что угодно Человек может найти сейчас сети Может найти подтверждение Любой своей точки зрения И оказалось, что людям вовсе Не нужна какая-то истина А людям нужно подтверждение того Что они считают правильным И все Вопрос от Елены Смеховой Журналисты из Латвии Пять лет назад у вас вышел роман Квази Про мир, где бушует Смертоносный вирус Который выведен был искусственно Для того, чтобы уничтожить Взрослое и пожилое население И вопрос такой Как вам удалось так точно Предсказать нынешние события Связанные с коронавирусом? Ну, это обычное попадание Знаете, это точное попадание В мишень, когда стреляешь дробью То есть, когда писатель Ищет что-то о будущем О ближайшем будущем То рано или поздно Какие-то вещи сходятся Но опять же, давайте признаем Что мир, в котором пожилое население Будет, например, умирать Как раз выходя на пенсию Представляется, наверное, для Определенной части Правящей верхушки Вполне симпатичным миром То есть, это мир, в котором Нет необходимости поддерживать Пенсионную систему и так далее Человек работает, работает, работает Потом уходит из жизни Ну и молодец Так что На эту тему немножко Пофантазировать Почему бы и нет На самом деле Я даже не думаю Что я тут первооткрыватель Подобных сценариев Фантастики много Журналист Игорь Мейден Пишет, что встречался с вами На писательских слетах В Москве и Петербурге И вопрос вам Именно как к фантасту Значит, из области фантастики Есть версия, что коронавирус Это внеземной продукт Против землян как вида И поскольку у Лукьяненко Медицинское образование И привычка работать С научной информацией Он, наверное, может выдвинуть Свою аргументированную гипотезу Ну, привет, во-первых, Игорю И, во-вторых, вы знаете Все очень сложно с этим вирусом Вирус действительно очень своеобразный Есть определенные доводы за то, что это все-таки Плод генетических экспериментов Есть достаточно убедительные теории Того, что это все-таки Мутировавший вирус природный Я не рискнул здесь Делать уверенные предположения Я скажу так, что я не исключал Долго варианта То есть это вполне может быть Некий несчастный случай при экспериментах Дело в том, что сейчас технологии Работы с вирусами, с геномом Они достаточно просты Я больше беспокоюсь не того, что Убежит у ученых из лаборатории Случайно, без злого умысла Какой-то экспериментальный вирус С ними, в конце концов, работают И для того, чтобы научиться их лечить А того, что какой-нибудь в меру Богатый террорист Наймет десяток беспринципных ученых Оборудует за несколько сотен тысяч долларов Лабораторию И получит такое оружие Для террориста Которое будет страшнее Атомной бомбы Вот к чему, собственно говоря Мы должны быть, в общем-то, готовы И, наверное Как имеются организации По контролю за атомной энергией За химическим оружием Видимо, человечеству пора Создать и организацию По контролю за биологическим оружием За вирусами Причем, действительно, наделенную Очень серьезными полномочиями Международную И с правом немедленного доступа В любую подозрительную лабораторию И так далее Потому что это может стать проблемой В будущем Посерьезнее, чем коронавирус Вот заговорили о писательских слетах Кстати, в 89-м году Вы были участником семинара Молодых писателей-фантастов Который проходил здесь, у нас, в Латвии В Доме творчества В Доме литератора В Дублте Какие у вас тогда Сложились впечатления о Латвии? Ну, впечатления были очень приятные Понимаете, в то время Латвия была еще В составе СССР Ну, в общем-то Уже она Психологически Как-то социально Она уже выглядела за границей То есть то, что Союз разваливается Уже витало в воздухе То есть это отчасти Походило на Поездку за границу Это было очень любопытно Запомнился В общем-то Пансионат Понимаете, мы занимались В общем-то в основном делами Мы не сильно занимались Какими-то поездками Но запомнился пансионат Работа Интереснейшее общение Вечером кофе с рижским бальзамом На первом этаже пансионата Несколько раз выбирались куда-то В ближайшие пивные бары Что тоже было Очень любопытно Для советского юноши То есть опять же Это выглядело такой Красивой заграничной жизнью Ну и некая общая такая Благоустроенность И аккуратность Латвии тоже, конечно, запомнилась На фоне Казахстана И России И тех лет А вот вопрос от наших коллег Из Эстонии В разгар событий С бронзовым солдатом В Таллине Вы вступили в организацию Которая получила название В честь вашей книги Ночной дозор Не боялись ли вы попасть Тогда в черные списки И следите ли вы за событиями В Эстонии? Ну, в черные списки Я, с одной стороны, попасть боялся С другой стороны, я считал, что Минимум, что я могу сделать Для этих людей Которые так себя назвали Это вступить в их ряды И приехать поддержать Потому что я считаю Эту историю Крайне некрасивой Со стороны Эстонского правительства Это было сделано зря Это было сделано неправильно Это было Обидно, оскорбительно Как для русских Русскоязычных жителей Эстонии Да, наверное, и не только Русскоязычных Для всех тех, кто Хранит память О Второй мировой войне Так и для нашего государства В общем, это некрасивая история Которая очень сильно изменила Отношение в России К Эстонии В целом достаточно положительное До того момента И, как я понимаю В итоге это привело К очень значительным Экономическим потерям Для Эстонии И будет, наверное, Приводить и дальше Вот Не знаю Воевать с памятниками Вообще глупо А уж воевать С памятниками Павшим солдатам Совсем некрасиво Вот вы говорили Что у вас был даже план Вы вдохновились Такими различными Эстонскими реалиями Эстонский сюжет Ввести в книгу О дозорах Как с этой идеей? Она у вас еще есть? Да нет Но история дозоров Практически завершена Я не думаю Что отдельно Что-то будет этому посвящаться Ну, хотя хорошо Что напомнили Я как раз собираюсь Заканчивать седьмую книгу Может быть, где-то Это упомяну По поводу седьмой книги Вот все ваши читатели Поклонники Конечно, это, наверное Самый популярный вопрос Вот когда будет Следующий дозор Или это будет завершение То есть когда приблизительно Можно ждать? Вот знаете Я сейчас просто написал Внезапно для себя Написал совершенно другую вещь Я за январь За месяц небольшим У меня написан роман Семь дней до Мегидо И сейчас я тут же Сходу начал писать его продолжение Уже там наполовину написал То есть это такой вот Новый совершенно цикл И я чувствую, что я его из себя должен Выписать быстро То есть пока он во мне горит Пока мне его очень интересно писать Это три романа Но полтора уже написано И еще полтора, я думаю, напишу В ближайшие месяцы буквально Вот семь дней до Мегида Насколько я поняла Вы выкладываете их постепенно По мере написания в интернете В широкий доступ И люди онлайн прямо следят За приключениями героев Да, это есть такая сейчас Очень популярная методика Так называемая Поглавная выкладка книги Когда книга выкладывается С продолжениями По одной-две главы в неделю Читатели Начало могут прочитать Бесплатно Решить для себя Интересно им или нет И купить Чтение Право на чтение продолжения Это в первую очередь Такая схема направлена На борьбу с книжным операцией Поскольку любая Опубликованная книга Она тоже попадает Пиратам И это не очень сильно радует Ни издателей Ни авторов Сергей, вы еще Опять-таки до пандемии Говорили, что Уходит эра всевластия Государства И приходит эра всевластия Корпораций Вот как на ваш взгляд Сохранится ли при таком Раскладе Россия как сильное государство Ну я честно говоря Не помню Когда я такое говорил Это наверное все-таки Не совсем Девятнадцатый год Девятнадцатый год Ну в сердцах Наверное сказал Сейчас немножко все-таки Другая система Во-первых Это не везде так Во-вторых Корпорации Различные Как таковые Они просто срастаются С государствами Нельзя представить себе Чтобы вот какая-то Корпорация В чистом виде Начала крутить Достаточно большим Могущественным государством Другое дело Что интересы слиты Интересы Пересекаются Лоббируются Так было всегда То есть до ситуации Такого чистого Киберпанка Назовем это так Когда По улице Скажем Идет Патруль от Майкрософта А навстречу идет Патруль от Не знаю Яндекса Яндекса И так сказать Они устраивают Перестрелку А государственные Полицейские Вздыхают И говорят Ну это корпорации Тут делят Сферу влияния Мы-то тут Причем Такого конечно Не будет А вот То что Корпорации Лоббируют Свои интересы Что они Давят Пытаясь принять Те или иные Законы Прочее Это есть Во всем мире Так есть Журналист Элина Чуянова Нет ли у вас Ощущения Что пандемия Со всеми Ее Волн Вторыми Третьими Волнами Это не что иное Как великая Глобальная Мистификация С экспериментом Над человечеством Вирус есть Но Вот динамика Его распространения Игры со статистикой И вот эта истерия Вызывает сомнения Как вы думаете Кому И зачем это нужно Ну Хорошо Хотя бы Что признают Что вирус Есть А то есть люди Которые до последнего Вирус Не верят Некоторые Начинают верить Только На ИВЛ Нет Это не Мистификация Это К сожалению Это действительно Опасная Опасная И неожиданная Инфекция Опять же Вот Я бы сказал Так Что То Как отреагировали Все Государства На ее появление Немножко В копилку Предположения Об искусственном Характере Вируса То есть Поведение Государств Как бы Похоже Немножко Действительно На действия При начале Биологической Войны Были Другой вопрос Что В панике От того Что происходит Конечно Было принято И огромное количество Достаточно Дурацких Законов Я Так сказать В этом Уверен Например Нет никакой Необходимости На мой взгляд В ношении Масок На улице Это Мало чем Помогает Если вы видите Мы сейчас Находимся в студии И по Нашим правилам Которые приняты Вот в Евросоюзе Конкретно В Латвии Мы должны Находиться В масках Да Я вижу Это Немножко Скажем так Странно Но Нарушить Мы не можем Да Опять же Вот у нас Например Из странных Правил У нас У России В Москве Требуется Находиться В перчатках Если В первое время Пока еще Было Понятно Ладно Согласен Это был Оправданный Шаг То Сейчас Уже Совсем Ясно Что таким Путем Вирус Не передается Но Повсюду Висят Требования Входить в магазин В помещение Только в перчатках Другое дело Что Никто Этого требования Не выполняет Как всегда Строгость Российских Законов Компенсируется Их Плохим Исполнением Но Формально Это требование Есть Есть еще Ряд Каких-то Ограничений Уже Совершенно Ненужных Но Вы понимаете Легко ввести Ограничение Отменить его Бюрократ Который Отменяет Ограничения Это редкость Это что В России Что В Евросоюзе Где угодно Так что Какие-то вещи Нам придется Долго Терпеть Но Разумеется Угроза Она есть Она Большая И Количество Погибших Реально Большое Оно Не такое Большое Как могло Быть Именно Из-за Вот этих Вот Порой Перестраховочных Но все-таки Быстро Принятых Во всем мире Мер И вопрос Вопрос От наших Коллег из Литвы Журналист Альги Скаланта Скажите Как вы считаете Что было Раньше Мировой Кризис Который Начался С экономических Факторов И усугубился Пандемией Коронавируса Или все-таки Сначала Была Пандемия Которая Усугубила Развитие Экономического Кризиса Да нет Кризис Уже был Конечно Мне кажется Что пандемия Это В определенной Мере Даже была Может быть Воспринята С облегчением Какими-то Кругами Властными Поскольку Под пандемию Проще Списать И какие-то Проблемы И падение Уровня жизни И ограничения И контроль И так далее То есть Нет Такого Такой Беды Такой Проблемы Которую Бюрократия Не попыталась Превратить В источник Укрепления Своей власти К сожалению Изначально Был Конечно Кризис Он Усугубился Пандемией Но Проблема Еще в том Что Властные Структуры Они во многих Случаях Рады Были Вот так Вот усугублять Все Литературный вопрос Вот недавно Вы комментировали Литературный скандал Вокруг нового романа Гузель Яхина Эшелона Самарканд Почему Разгорелись Такие страсти Да я особо Даже не комментировал Я честно говоря Не считаю Этот роман Каким-то Литературным Явлением Это скорее Социологически Политическое Явление Понимаете Дело в том Что Тексты Которые пишет Гузель Яхина Они Не очень Хороши С точки зрения Литературы Они Многократно Подвергались Разбору И в общем-то Профессионалы И критики И писатели В легком ужасе От них Но В определенных Так сказать Видимо Пугах Литературных Опять же Она была Поднята Как некий Образец Современной прозы Раскручена Поставлена На пьедестал И В результате Стало Такой Действительно Спорной Фигурой Если бы Не была Поднята То Наверное Особо Никакого Шума Бы И не Возникало Но Сейчас Возникла Возникла Такая Действительная Ситуация Что Выходит Новый Роман В романе Опять Огромное Количество Неточностей Ошибок Натяжек Есть Вещи Которые В романе Которые В общем-то Обидные Или Оскорбительные Тем или иным Кругам Населения Там Есть Достаточно Такая Яркая Наверное Либеральная Направленность Скажем У нас в стране Все-таки Две Тенденции Либеральная И Консервативная То есть Гузель Яхина Здесь попала Под этот Эшелон На Самарканд Просто Он по ней Проехался И С разных Сторон Сейчас Там Эшелон Гоняют Взад Вперед Стремясь Доказать Что она Хороша Или Плоха Я Поэтому Особо В это Дело И не лезу Справиться И без Меня А вот Писатель Юрий Поляков По этому поводу Высказался Что в современной Российской Литературе Русофобам Быть Очень Удобно И выгодно Его сразу Начинают Холить И раскручивать Вот И давать Премии На ваш взгляд Все-таки Почему так Происходит Ну Потому что Существует Достаточно Прочная Крепкая Сплоченная Тусовка Людей Которые В общем-то К России Относятся Живут в России Но относятся К ней Предельно Неприязненно Это такие люди Родом из 90-х Которым было Хорошо и комфортно Когда Россия Существовала Как Государство Во многом Под внешним управлением Я Иногда Их сравниваю Знаете С личинками С червями Которые Копошатся В загнивающем Теле И радостно Его пожирают Им очень хорошо И комфортно Они уверены Что на их век Хватит На пропитание А сейчас Ситуация Немножко Другая Этим Гражданам Не очень удобно Не очень комфортно Они Отчаянно бьются Пытаясь Сохранить Свои Идеологемы Свои сферы Влияния И так далее Ну Вот Такая вот Ситуация Они достаточно Сильно контролируют Литературный процесс Литературный процесс К сожалению Тоже подвержен Рекламе Моде Громким Заявлением И именам Получением Премии И прочим Вы Вы ведете Авторскую колонку В интернет-газете Взгляд И там Под необычным углом Таким Творческо-фантазийным Рассматриваете Актуальные проблемы Иногда Фантазируете Очень там Забавные Сценарии Что вас Скажем Как писателя Гражданина Задело В последнее время Вот вы Комментировали Вот Отношение К запрету Скажем Российским спортсменам Выступать Под флагом И гимном У вас Очень интересная Дискуссия Там развязалась Что еще В последнее время Вас так задело Да Все что меня задевает Я пишу в фейсбуке Во взгляде Я ничего не веду Они просто берут Из фейсбука Мои записи И туда их помещают А Ну вы там И позиционируетесь Как обозреватель Ну вот Они так позиционируют А мне Лень Все у них поинтересоваться Я у них там Как На ставке На сдельщине Или еще Каким-то образом Вот Вы знаете Ну что задевает Мне очень Очень не нравится Конечно То что сейчас Происходит И Скажем так Та риторика Которая идет Против России Скажем так Подобную риторику Обычно Себе Позволяют Только перед войной Поскольку Как я Любой нормальный Человек Войны не хочу То мне Это очень Неприятно Слушать И Хотелось бы Конечно Чтобы на подобные Вещи Наша страна Отвечала Более Жестко Вот вопрос С Украины Ваши книги Переведены На десятки Языков И В итоге Есть Переводы На украинский Потому что В свое время Вы объявили Что не будете Давать Своей книге В перевод На Украину Например Ваш Соавтор Дневного Дозора Владимир Васильев Он украинский Писатель Владимир Васильев Живет В Крыму Российский Писатель То что он Родился В Николаеве Николаев Тоже Старинный Русский Город Который Сейчас На территории Украины Вы знаете Я ничего Не объявлял На самом деле У меня была Просто дискуссия В интернете С одним Из Таких Вот Ярых Противников России Писателем Который В то же время Публиковался В России Непрерывно На русском языке И когда Он В очередной раз Что-то очень Неодобрительное По поводу России Русского языка Высказался Я В ответ ему Написал Что же ты тогда Публикуешься В России На русском Публикуйся На украинском На русский Не переводись Я вот Например Не буду давать Свои вещи Переводить На украинский Язык Почему ты Это делаешь И при этом Россию ругаешь А какой писатель Имеется ввиду Я даже сейчас Не помню Конкретно его Нет Вспомнил его имя Но не буду делать Рекламу Не важно Я бы сказал Так Вот эта фраза И была превращена Ну вы же знаете Как работают журналисты Вы же сами Журналисты Ну да Это эффектный Заголовок Да Это было превращено В эффектный Заголовок Что Лукьяенко Запретил переводить Свои книги На украинский язык Да их никто Никогда и не переводил Вся Украина Всегда читала На русском На украинском Читали украинских авторов Да и то Все украинские авторы Старались писать На русском По простейшим Экономическим Даже причинам Потому что Рынок больше Гораздо Вот и все И украинский Диалект Русского языка Как я Называю Это прекрасный Красивый Говор Но Гораздо менее Приспособленный К литературе Чем Классический Русский Литературный Язык И Большинство Писателей Работавших На территории Мовороссии Гораздо Они Все писали На русском языке Почти все Пока Не стало Появляться Вот это Искусство Возводимое Разделение Народа На две части Ваша коллега Писательница Даля Трускиновская Передает вам Привет И спрашивает Не собирается ли Писатель Лукьяненко В ближайшем будущем Освоить какие-то Другие Литературные Жанры Что-то за пределами Фантастики Исторический роман Реалистическую Повесть Ну Привет Огромной Дали Я ее Очень люблю Она Замечательный Автор Я бы с ней Даже не рискнул Тягаться В исторических Текстах Для меня Все-таки Наверное Это немножко Не то Мне нравится Большая Свобода Фантазии Назовем это так Поэтому я Все-таки Историческую Прозу Не пишу Пишу На фантастику Разную Фэнтезийную Научную Взрослую Детскую Боевую Юмористическую Но фантастику Космическую Космическую Беларусь Беларусь А так Беларусь Я бывал С большим Удовольствием Очень люблю Эту страну И Надеюсь Что все У них будет Хорошо И Мы всегда Останемся Друзьями Вопрос О ваших Фантастических Мирах То есть У вас Придуманы Сложные Формы Сосуществования Разных Миров И в любом Случа Вы приводите К формуле Терпимости Толерантности А скажем Как вы Относитесь К современной Западной Политкорректности Которая В последнее Время Очень Сильно Начала Давлять Я Отношусь К ней Знаете Вот как К советским Перегибам Вот как В Советском Союзе Вроде были Какие-то Здравые Прекрасные Лозунги Но их Воплощение Превращалось Либо в фальшь Либо в противоположность Зачастую Так И Вот это Изначально Вроде бы Красивая Правильная Идея Политкорректности Что вот Да по сути Все ведь Унаследовано Взято Из тех же самых Программных Советских Лозунгов Что Нет никакой У нас разницы Там Национальности Рас Пола И так далее Все равны Все Так сказать Едины Перед законом И прочее Вот Политкорректность Современная Толерантность Она На западе Идет Тем же Путем К сожалению И Мы в результате Сейчас получаем Уже Не диктат Большинства Над меньшинством Не ту ситуацию Как например В 60-е годы В США Когда Гомосексуалистов Лечили Путем Лоботомии Или Прочие Вещи Которые Даже Для Стрового Тоталитарного Советского Союза Выглядели Дикостью Вот Ну Вот С этих Вот Верчун И Расовой Сегрегации И Притеснение Чернокожего Населения Западный Мир Качнулся Очень далеко В другую Сторону То есть Теперь Возникает Ситуация Обратная Когда Самые Наверное Уязвленные Беззащитные Формой Жизни В западном Мире Является Белый Мужчина Обычной Нормальной Сексуальной Ориентации Вот Я сказал Слово Нормальной За это слово Меня на западе Вы уже Засудили Потому что Не может быть Нормальной Ненормальной Люби хоть Табуретку Ладно Я поправлюсь И скажу Обычной Традиционно Патриархальной Ориентацией И Соответственно Вот теперь Толерантность Привела К тому Что Как говорится Основная Масса Подавляющая Масса Населения Должна Находиться В состоянии Чувства Вины Перед Другой Частью Населения Что Появляются Привилегии Квоты Точно так же Как в Советском Союзе Были привилегии Квоты Например Для Каких-то Представителей Определенных Классов Или представителей Определенных Национальностей Малостародности И прочего Это все Неправильно Это не Исправление Недостатков Скажем так А Перевод Из одних Перевод Одного Перекоса В другой Перекос Вот Ваш Ваш Соавтор Ник Перумов Который Живет В США Считает Что Америка Сегодня Стала Напоминать Поздний Советский Союз Вы Обсуждаете С коллегой Прогнозы Что Может быть Дальше В отношениях России И Америки Да Да И я Согласен Совершенно Тут с Ником Тут Действительно Вот Эти Перегибы Вот Эти Перекосы В другую Сторону Понимаете Это маятник Это сжатая пружина Вот 50 лет назад Черных Людей В Америке Не пускали В один автобус С белыми И как бы это Выглядело Практически Обычным Делом А сейчас Наоборот За Какое-то Неловкое Слово Или взгляд Могут Белого Человека Точно так же Начинать Притеснять И дискриминировать Понимаете Любые Вот такие Шатания С стороны В сторону Резкие Они приводят К раскачиванию Этого Маятника И рано Или поздно Пойдет Скорее всего Пойдет Ответная волна То есть В этой Борьбе С расизмом Сексизмом И джизмом И прочими Измами В итоге Могут Докатиться И до того Что начнется Обратный процесс К власти Прибудут Суровые Белые Мужики С ружьями В руках И немедленно Опять Начнут Устанавливать Такой Белый Патриархат Что все Вспотерят То есть Не надо Перегибать Палку Надо добиваться Равенства Они Привилегий Для ранее Угнетенных Слоев Вселения Через Несколько Дней У нас Будет День Космонавтики И это Юбилейный День Это 60 Лет С того момента Когда Полетел Первый человек В космос Вот вы Всегда говорите Что Россия Держится На трех Вещах Это Гордость За покорение Космоса Русский язык И память О победе А сейчас Вы Отмечаете Что Эти все Три Опоры Стали Выбивать Вот Как вам Видится Этот процесс И что Будет Ну Глядите Русский Язык Он Во-первых Вытесняется Из Закружающего Пространства Вокруг России Причем Зачастую Вытесняется Вопреки Удобству Вопреки Здравому Смыслу Как тот же Самый Процесс Вытеснения Русского Языка Который Сейчас Происходит На Украине Бешеными Темпами И То К чему Это Приводит Но И в Самой России Скажем так Русский Язык Переживает Не лучший Период Потому что Современные СМИ Достаточно Безграмотны А уж Сетевое Общение Оно Вообще Приводит К появлению Какого-то Ужасающе Низкопробного Русского Языка Вторая Мировая Война Великая Отечественная Война Действительно То Что Свято Для Нас Но Здесь Есть Постоянные Непрерывные С одной Стороны Попытки Принизить Попытки Дискредитировать Поставить Одну Доску Агрессора Фашистскую Германию Нацистскую Германию Советский Советский Союз А с другой Стороны Какая-то Обратная Реакция В том числе И Властная С пропагандой Скажем так Нашей Победы Наших Героев Она Порой Осуществляется Настолько Топорно И грубо Что Вызывает У молодежи В первую Очередь Обратный Эффект Отторжения Ну хватит Уже Типа Чего тут Про эту Победу Сколько Можно Говорить То есть Для молодежи Это все Уже где-то Находится Во времена Столетней Войны Или вообще Пунических Войн Где-то там Очень давно Давно То есть Нельзя Постоянно На одной Теме Быть Ну и Космонавтика Естественно Тоже Те же самые Есть и Проблемы Которые Сейчас Надеюсь Начали Решаться У меня Ощущение Что сейчас Проблемы Решаются Постепенно Множество Тех или иных Наездов Провокаций Гагарин Не летал Гагарин Полетел Ну до него Там пять человек Разбилось Слетало В космос Все ракеты У России Были Ворованные У немцев И так далее И так далее И так далее То есть Масса Таких Вот Вещей То есть Вбивается Подкапывается Потому что Действительно Я говорю Это три вещи Которыми Всегда В Советском Союзе Гордились И которые Остались Гордостью России Победа В войне Космос Язык Культура Ну язык Просто как Символ Культуры И Если их разрушить То это будет Крайне плохо Для Менталитета Всего народа Наш эфир Потихонечку Подходит К концу Сергей А что Симпатичного И позитивного Можете отметить В последнее время В окружающей вас Действительности Ну знаете Меня во-первых Крайне порадовало Что Россия Наша страна Она достойно Вышла Из этой пандемии То есть Мы на самом деле Создали Во-первых Наверное Лучшую Вакцину От коронавируса Спутник 5 Спутник ВИ Мы Несмотря на Все перегибы И прочие Все-таки Не дошли До Тех Крайних Степеней Изоляции Карантина Которые Были вынуждены Ввести Многие Европейские Страны Ну или Может быть Где-то Немножко Наша Безалаберность Помогла Мягче Все это Провести А тогда И более Чиновников Конечно Они бы Зарегулировали Еще больше И В принципе На мой взгляд Люди Как ни странно Из-за Этой Пандемии Все-таки Стали Вести себя Более Человечески То есть Меня радует То что Из этого Пытания Страна В общем-то Вышла Достаточно Достойно Но это Кстати Это характерно Для России Как раз Что Чем Больше На нее Давление Чем Больше Проблем Тем Сильнее Консолидируется Страна Это факт И 11 Апреля У Сергея Лукьяненко День рождения Мы от имени Латвийских читателей И тех Кто нас По интернету Слушает И в других странах Потому что Это В общем-то Ваша читательская Аудитория Она просто Без границ Просто русским языком Объединена Мы вас поздравляем С наступающим Днем рождения И хотим Еще сказать Что 11 Апреля На Ютуб Канале Кинообъединения Синема Код Состоится Премьера Тоже уникальный Идет такой Проект Это вторая серия Кинопроекта Осенние визиты И права На экранизацию Вы продали За 1 рубль Да? Да Это народный проект Вот буквально Есть минутка Расскажите Как нам это смотреть Где? Это все Выложено В Ютубе То есть просто В Ютубе Набираете Осенние визиты Сериал Я думаю Что ссылки Сразу первые Будут Первая серия Уже выложена Вторая серия Будет выложена 11 апреля Это сериал Который Я продал За 1 рубль И его снимают Бесплатно В городе Владивостоке Актеры Профессиональные Актеры Владивостокских Театров Они играют Тоже бесплатно То есть люди Работают За энтузиазм И работают Замечательно Потому что Сериал На мой взгляд Вполне Телевизионного Хорошего уровня Это удивительно Но оказалось Что Энтузиасты Способны Снимать кино Даже Даже без денег Вот Я надеюсь Что этот проект В этом году Полностью выйдет Там 8 серий Это сериал По книге Он достаточно большой И его можно Будет увидеть Может быть Заинтересуются Какие это каналы Может быть Это будет показано И по Стриминговым Каналам Или по эфиру Но в любом случае Это будет доступно И на ютубе В сети Смотрите Это старая Но Как бы Неудивительно Не устаревшая книжка С нами на связи Был писатель Сергей Лукьяненко Фантаст Планета Земля Это был эфир В рамках проекта Культурная линия И совместно с коллегами Журналистами Медиаклуба Формат А3 Поздравляем Сергея Лукьяненко Еще раз С наступающим Днем рождения Приглашаем Читателей Поклонников Заходить на фейсбук Присоединяться К армии Там Десятитысячные Аудитории Читают Каждый Пост Сергея Лукьяненко И он выкладывает Там Новые главы Своих произведений Всего вам доброго Спасибо огромное Спасибо Всего доброго День в день Час в час Минута в минуту Радио Болтком Чтобы жить лучше Не обязательно менять все Достаточно И небольших перемен И это не так